История канала «16» началась в 1994 году, когда несколько активных саровчан зарегистрировали предприятие и получили частоту для вещания в эфире. С этого момента регулярно выходят новости и тематические передачи. Ирина Нехаева работала на нашем телеканале больше 10 лет. Именно она начала выпуск первой спортивной программы «Здравствуйте». Передача была 30-минутная. Называлась она «Здравствуйте». Может быть, тогда канал «16» только становился популярным, может быть, не все помнят, но многие ветераны знают, что мы много времени посвятили их такой сподвижнической спортивной деятельности. Она делилась на три части. Это новости, это обязательно история и обязательно тот материал, который не входил ни в другую позицию. Ирина Валентиновна освещала все главные спортивные события города. В рамках передачи съемочная группа проводила конкурсы с призами от спонсоров, учила саровчан кататься на лыжах и рассказывала о здоровом образе жизни. Городским спортивным советом работа велась всегда в двух направлениях. Одно – это воспитание спортсменов и достижение высших результатов в каждом виде спорта. Другое, самое главное и важное – это развитие здравительно-физкультурного движения и организация спортивных праздников для горожан. Сотрудники телевидения того времени самостоятельно учились искать, снимать и монтировать материал на новой, еще не освоенной технике. Вне времени остается лишь структура, принцип выбора и подачи информации, которую журналисты хотят донести до зрителей. В то время все было сложнее, сложнее с транспортом, сложнее с аппаратурой, которую негде было ремонтировать или не на что, или еще каким-то образом. Все было технически выполнять сложнее. Вот это вот было. А сама суть новостей, она, наверное, никогда не изменится. Самый главный интерес – это люди. И человек, который работает на телевидении, он должен любить людей, даже если он освещает какие-то недостатки, сложности в жизни. Конечный результат работы телеканала зрителям выдают ведущие и журналисты. Но часто за кадром остаются редакторы, монтажеры и операторы, которые делают все, чтобы продукт был качественным и информативным. В наше время, как и 30 лет назад, сотрудники «Голубых экранов» универсально и четко понимают специфику создания сюжета, выпуска новостей или программы – от сбора материала до финального монтажа. Сейчас команда канала «16» выпускает 15 передач, которые рассказывают обо всем, что происходит в нашем городе и за его пределами, чтобы заинтересовать и просветить телезрителей.